Привет, привет, тэрэ, тэрэ. Ну, о моих заметках. Что я заметил, что вот временное правительство страха и паники в магазинах, в центрах, торговных центрах, они хотят, чтобы ромашки больше не делали чай для нас. Ну, и они вот требуют у людей, чтобы они носили марципановые очки в магазинах, то есть маски. Маски. Кима, кима, ма, ма, ма. Ну, вот я и придумал такое. Такое мы придумали. Это чья книга будет? Моя книга. Энексена, он, ва, ба. Ха-ха-ха. Я заметил, что если я иду в торговый центр, допустим, Кристина, или Solaris, если я вот так, вот обыкновенная вешалка, если я вот в таком виде захожу в магазин, никто не проверяет мои маршруты, тогда никому дела нету, я в маске или без маски, носки есть у меня, нет носков у меня, трусики одел, майку одел, брюки, рубашку одел, не одел. Все в порядке. Носите вешалку. Еще эффективнее, когда турвамеск, когда охранник придет с масками. То есть, я сначала думал, там сигары он предлагает. Говорит, спасибо, я не курю сигары, вообще не курю сейчас, и уже давно, но это не тема. Но он говорит, берите. Я говорю, а что это, не сигары, а что это будет? Говорит, да маски, это маски, марципановые, наша марка. А нет, когда вот так заходите, а если лучше еще носки, вот это, это носок, это носки, лучше вот, еще лучше, если вот так в горошках, мумуистические носки, а другие носки у меня вот такие. То есть, это такая одна пара, я их одеваю по праздникам. И вот так еще лучше. Никто не будет проверять ваши марципаны. Одели вы в магазине марципан, не одели. А еще хочу вам рассказать о том, что по радио говорили, что это не настоящее радио, а это вот Кукушкино радио, Кукушка живет на дерево. И вот на дерево и рассказывал радио Кукушкино, что я его, это птичка рассказывает, я его назвал почему-то радио, потому что он все время рассказывает о чем-то. Говорит, в Голландии один, был один музыкант, играл на биолончели и на скрипке. Он думал, да пойду-ка я в Аргентину заразить свою прабабушку, я же здоровый, подумал этот скрипач. И бабушка здоровая, но говорят, если ты здоровый, ты опасный все равно, ты опасный, ты смотри. Один вешалку, а то может заразать бабушку. Один вешалку, два. А вот он надел вешалку с носками, как полагается. Пошел в Аргентину, говорит, бабушка пришел тебе заразить. Бабушка говорит, да зарази, ты зарази меня в конце концов. Я такой здоровый, говорит, бабушка, я тоже. Но мы, значит, мы оба опасные. И вот они, воробей пришел, сидел, делал бабушки, пошикотал в уху и говорит, и говорит, бабушка, ты лучше за грибами не ходи. Там с вешалками ходят всякие скрипачи, ходят лауреанты, ходят заслуженные артисты, ходят, доходят, да не доходят. Они не боятся, не чувствуют паники, не страха, ничего. Живут, как полагается, они супрематические пространства завоевали, и живут себе спокойно, и жуют хлеб, хлебушку. Они вот так и они говорят. Я вот тебе передаю то, что Кукушкина радио передало. Носите вешалку, носите в магазинах вешалку, тогда никакой заразы, то есть, я имею в виду, никакой охранник к вам не подойдет. Ведь все у вас есть уже, что надо для счастья? Ну, носки да вешалки. А делай, да ходите. Потом премию получите, посмотришь, и на морская премия вам полагается. Три стакана борща, борщ и суп. Ну, такой летний борщ. Только картошка, свекло и помидоры. А потом, зачем ручки тратить? Пишите, ну, пишите ушами. Вот так, чук-чук-чук. Вот так, музыка. 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 Вот так ходите и скажите, музыка. Вот так, это похоже на роль. Вчера мне был 8 лет возраст. А сегодня 9 уже. А за вчера был 10 лет мне. Все к прогрессу, все. Эволюция продолжается. Мумуистическая эволюция. Не простое, а мумуистическая. Peace and love. Радость и любовь. Раху я армастус я рэм, я рэм, я ку-ку-кунст. Я кунст. Калится, брат. Хей от... Дададададара... Дорогие друзья, я скоро начну работать, писать картину. Вам это понятно? Понятно. Гроза обещали. Кто обещал? Я не знаю, там... Соседская собака обещала грозу. После 6 и до 8. Ну и пусть тебе обещает. Свои обещания он не выполняет, кстати. Ой. Сегодня, как и вчера, менялись книжные магазины на бусы. Боссад. Богдин, О tears.